Восьмая польза, что если ученого спрашивают о какой-то вещи, которую он не знает, он должен что сказать? Он должен сказать, я не знаю. Или же Аллах, Субхану Талли, знает лучше. Спросили у тебя вопрос, хорошо, и ты начинаешь философствовать. А если так? А может быть так? А может то? А может все это? Нет. Не знаешь? Скажи, я не знаю. Я не разбираюсь в этом вопросе. Даже более того, Субхану Талли, некоторые ученые говорили, я не разбираюсь в этом вопросе. Субхану Талли, имам Мали, к нему приходит человек из Андалюса. Представьте себе, это сегодня далекий путь. Приходит тогда пешком, Субхану, или же на верблюдец, и так далее, издалека пришел, собрал 80 вопросов, или же 100 вопросов, и так далее. Пришел к имаму Малику в Медийную, спрашивал, спрашивал, и он ответил ему только на 4, на все остальные. Он сказал, что в некоторых версиях не просто ля адри, я не знаю, он сказал, ля ухсену гада, я не разбираюсь в этом. И он сказал ему, да помилуй тебя Аллах, я с Андалюса к тебе пришел, чтобы спросить у тебя, ты мне говоришь, то есть я не разбираюсь в этом. Он говорит, иди отправься к людям в Андалюсе и скажи, что Малик в этих вопросах не разбирается. То есть какая-то скромность, Субхану, ученый, какой не разбираешься, неужели у тебя нету в душе ответа на этот вопрос, примерно ты разве не можешь предположить. Нет, я не знаю точно, чтобы я сказал целому народу, что надо делать так-то, так-то, от Всевышнего Аллаха, Субхану Талли, я не рискну. Я не разбираюсь в этом должным образом, Субхану. То есть ученый такой, как имам Мали говорит, что я не разбираюсь в этом вопросе должным образом.